В эфире Радио Свобода, программа лицом событий. Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Мы будем говорить сегодня о том, как граждане свободной России воспринимают свои свободы. С социологами Левадо-центра я давно хотела встретиться, поскольку их летние исследования чрезвычайно интересны по всем вопросам, которые они нашим гражданам задавали. И непосредственным поводом для нашей встречи оказался опрос в ЦИОМа, который, как выражаются люди интернета, взорвал интернет. Это когда граждане свободной России рассказали о том, что почти половина из них, а может даже и больше, вполне себе согласны с тем, чтобы и закрыть доступ в интернет, и как-то ограничить его, а может и вообще лишить нас всех интернета. Со мной в студии Наталья Зорко, руководитель отдела социально-политических исследований аналитического центра Левадо и не из волков, социолог или аналитик Левадо-центра, не знаю, как сказать правильно. В общем, я думаю, что говорить мы сегодня будем о таких увлекательных вещах, как последний рейтинг Владимира Путина, как представление сограждан об иностранных агентах, о врагах и друзьях России, кто теперь, значит, у нас является главными врагами или друзьями России, конечно, американский вопрос, украинский вопрос у нас будет на повестке дня и о влиянии средств массовой информации на то, как россияне представляют себе картину мира. Значит, ну вот давайте вернемся к этому исследованию в ЦИОМа. Мои коллеги вчера сделали интервью с Антоном Моусиком, с Алексеем Георгиевичем Левенсоном, заводил социокультурных исследований Левадо-центра. Он, в частности, объясняет, почему этот вопрос отношения к СМИ, свободе СМИ и к интернету имеет связь с более широким спектром представлений о том, что такое гражданские свободы, да и деятельность общества, так сказать, в целом. Но, знаете, мне многие наши товарищи общие, которые были в курсе того, что вы придете на программу, сказали вот такое. Вот спроси все-таки у них, у социологов, то есть у вас, довольны ли они сами своими методами исследования. В частности, Антон Носик критиковал в ЦИОМ, да, вот это вот исследование в ЦИОМовское, которое, к тому же, и связано там еще с какими-то их иностранными партнерами, я страшно извиняюсь, которые принимали в обработке этого дела участие, значит, что это был телефонный опрос, и что все-навсего, и что люди по-настоящему с интернетом связаны, в этот момент находились, в общем-то, не дома, не на стационарном телефоне, а по своим мобильным телефонам, значит, на работе. Вот такую критику предъявляют коллеги из, значит, других профессиональных миров. Вот можете немного рассказать о технологиях, так сказать, опросов, потому что то, что мы с вами будем сегодня разбирать, ваши темы, они действительно довольно серьезные, и интересует столица ли это, провинция ли это, возрастная группа, действительно, социальная группа. Вот, Наташа, что вы можете сказать об этой работе в ЦИОМа? Мы можем ей доверять? Вот именно по цифрам? Действительно ли такая большая часть народа не хочет вообще про интернет ничего слышать? Ну, извините, я утрирую, конечно, да? Ну, тут вопрос интерпретации, постановки дальше вопроса, при каких условиях, собственно, люди готовы идти на ограничение вот этой свободы. А готовность идти на ограничение ради, там, безопасности, особенно страны, которые, вот, темы раздуваемые в последнее время очень сильно, она всегда была высокой, потому что, не знаю, но я помню наши данные, когда больше половины опрошенных говорило, что оно готово отказаться от, там, свобод каких-то и своих прав, если государство гарантирует стабильное, значит, и более-менее благополучное. Это тоже, по-моему, вопрос последнего месяца. Ну, да, он повторяется, и ничего в этом нового нет. Что касается технологий, я думаю, что тут какая-то непроясненность этой ситуации. Во-первых, насколько я знаю, не принято опрашивать в России по стационарным телефонам, в крайнем случае бывает смешанная технология, то есть опрашивают по стационарным и мобильным, вот как это делает Комконт в том числе. Есть методики, которые позволяют, если уж делается телефонный опрос, как бы обеспечить представленность, то есть репрезентативность разных групп, более мобильных, которые трудно отловить и так далее. Как раз мобильные телефоны в этом смысле помогают. А на стационарные, ну, это только в Москве можно проводить, где там, или в крупных городах, где там 90% покрытия, а в среднем по России до сих пор у половины только населения, где-то примерно, есть стационарные телефоны, сейчас гораздо больше мобильных. Поэтому это скорее всего, я думаю, но я, честно говоря, к сожалению, точно не знаю, я думаю, что это была обычная технология, которую используют во всем мире по-прежнему, вот эти интервью на дому face to face. То есть интервьюеры приходят домой, да, они идут, значит, по, ну, существует и разрабатывается выборка, сложная процедура, чтобы обеспечить случайный, там, пошагово обеспечить случайный отбор респондентов. Конечно, там есть проблема некоторая достижимости, вот, действительно, самых активных групп, но это во всем мире так. Вот эти домашние, как бы, опросы, которые, они приняты, особенно в таких больших исследованиях, они, собственно, это и есть, эта технология, хотя используются и телефонные опросы для более маленьких опросов, скорее. Везде есть проблема недостижимости, и мы, как бы, на это должны делать, ну, мы не достигаем самых богатых, самых активных, и, наоборот, низы не попадают, то есть, вот, уже, как бы, аномические, там, понятно. Понятно, группы, которые вне, собственно, коммуникации. Понимаете, к чему я клоню? Это вопрос, насколько мы можем доверять этому исследованию ФТОМа, насколько мы можем доверять вашим же исследованиям, которые говорят про 85% поддержки Путина и так далее, и так далее. Я эти вопросы вот в моей профессиональной среде действительно слышу довольно часто. Денис, у вас есть какой-то комментарий по этому поводу, вот именно по поводу технологии работы? Ну, если говорить вот об этом вопросе, да, там, мне кажется, вопрос больше не к выборке, а больше вопрос к постановке вопросов. А, вот это интересно, тогда объясните. Опять же, надо смотреть внимательно, я только какие-то отзывы слышал по поводу этого исследования, то есть, чтобы они были сбалансированы, чтобы было и положительные какие-то моменты, и отрицательные учтены. Здесь, мне кажется, больше смещён такой исследовательный отрицательный, что вот если там война, ещё что-то, ещё вот. А, аларнизм и мобилизация. Надо сказать, что у нас, если там, ну, параллель провести, то все против, ну, большинство против введения войск на Украину, да, но если за защиту русского населения... Тогда да, 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 то есть, если вы вопрос вот так меняете, то все замечательно. Да, действительно, массовое сознание, оно устроено очень противоречиво и двойственно, и в зависимости, то есть, там, многие вещи, несочетаемые, казалось бы, сочетаются, потому что на самом деле, ну, там, вот, что касается прав и свобод, это связано с тем, что эти права и свободы вообще важны реально. Очень незначительно, ну, очень маленькой части населения, где-то порядка, там, от 6 до 10, ну, там, плюс-минус, там, ещё 15%. Друзья, а почему? Почему люди, вот они как-то за годы и демократии, так и не поняли вообще, что такое их права и свободы? Ну, в чём у нас тут демократия, если не всё, если не всё. Понятно, всё, ответ принимается, да. На самом деле ведь, собственно, демократический вектор, если так можно говорить, перемен, он где-то уже к середине 90-х, он стал меняться. Да, понятно. Вот, и, собственно, там, последние выборы 96-го года, вот, когда Ельцин, значит, победил последний раз, это была такая последняя очень активная поляризация общества, когда вроде как бы, ну, стоял вопрос о выборе пути, возврат назад или, как бы, а после этого, с конца 90-х, вот, собственно, с началом путинского периода, ну, собственно, идёт откат всех демократических достижений, ну, был какой-то всплеск при Медведеве, когда, значит, там, свободные выборы, там, был губернатор и так далее, всё это обратно откручено. И люди живут в ситуации, когда они всё больше понимают, что выборы — это не выборы, что интересы их особенно никакая партия не представляет, то есть не сформировалось, собственно, политических партий в западном смысле слова, потому что то, что делают коммунисты, там, или условные социалисты, это всё такой популизм, скорее, и канализация, как бы, недовольство, но реально, как бы, они эти интересы не защищают. Поэтому выборы уже давно, ещё в начале 2000-х, писали, это такая процедура, есть такое слово «аккламация», то есть адабрь. А что это? Аккламация — это вот принятие, как бы, положения вещей. Хотя протестное голосование существует, в принципе, и потенциал какой-то есть, но всё равно нет силы, которая бы его как-то оформила, структурировала, объединяла и так далее, потому что оппозиция, конечно, загнана в пятый угол просто окончательно, хотя и на ней тоже лежит ответственность за то, что за все эти долгие годы она, как бы, не стала действительно какой-то реальной политической системой. То есть я бы сказала так, что, как сейчас модно говорить, политическая нация не сформирована. Нет, конечно. Можно мы теперь с Денисом обсудим рейтинг Путина? Вот была такая прекрасная статья и прекрасная ваша общая работа. Я только напомню, что можно нам звонить в прямой эфир 8 800 222 12. Значит, итак, рекордный уровень одобрения народом деятельности Владимира Путина. Вот могу вам даже статью вашу дать, если вам нужно освежить памяти какие-то основные. Пункты, с чем это связано? 8-9% одобрения в июле. Я бы еще только добавил, что вот критика, которая сейчас звучит с логических опросов, она идет с позиции такого активного, активного меньшинства, я бы сказал. То есть те, для кого выборы действительно являются ценностью, причем не просто ценностью, а где есть идея соревнований идей, соревнований людей, программ и так далее. Для большинства населения, в общем, этой идеи в выборах нет. Оппозиция для большинства не связана с тем, что это, ну, как бы, следующее возможное правительство, а что это просто, ну, ее роль, ну, критиковать власти не более того. И, соответственно, для большинства, вот как Наталья Андреевна сказала, что это, ну, одобрение или неодобрение власти. То есть мы идем, либо одобряем, или неодобряем власти. А идеи смены или нового вектора, да, что вот выборы должны задать этот новый вектор, ее нет. И поэтому распространять вот эти ценности меньшинства, которые сегодня наиболее критичны, это новая ситуация, на самом деле. Потому что, например, те же фальсификации на выборах, ну, которые были, по нашему оценку, меньше, чем, скорее, вот принято говорить, да, но, тем не менее, они такие же по уровню, если попрать данные. Они, в принципе, были, например, в 2009 году. В 2009 году в Москве никто по этому поводу особо не возмущался. Сейчас для определенной части населения небольшое, надо сказать. Это стало неприемлемой ситуацией. Они готовы протестовать, готовы об этом говорить, доказывать и так далее. Я хочу добавить, что здесь какая-то странная такая действительно история, что просто на нас такой шквал критики, что называется, просвещенной либеральной общественности, обрушиваются, потому что эти цифры пугают. Вот, неприятное зеркало мира вы и предъявляете. То же самое было в начале протестного активного движения, когда реально действительно в Москве пошли молодые люди наблюдателями в Москве, при том, что в Москве ситуация принципиально отличается от других городов, в смысле какой-то такой демократической направленности здесь она представлена. И большое количество активных людей. И активных людей, они здесь сосредоточены, информированных. Все как бы здесь сосредоточено, тоже надо понимать, что чем дальше на периферию, тем все разреженнее. Это как бы любое информационное, культурное пространство. Там один первый канал остается, условно говоря. И тогда я прекрасно помню, что результаты выборов, которые все равно Единая Россия набирала порядка 40%, вызывало у людей, которые включились вдруг активно в эту политическую какую-то деятельность, вызывало страшное недоверие. Не может быть, не может быть. Хотя вот мы работаем уже, там, не знаю, сколько, скоро-то, по-моему, 30 лет, нет? Ну, что-то в этом роде. И сколько про это писали? Сколько про это писали? Просто вот как бы вопросы общественного мнения, они сейчас попали в какое-то поле зрения более внимательное, да? И люди стали обращать внимание на эти вещи, но они как бы вот такая позиция, когда предваряются любые данные, ну, вот как рейтинг Путина словами, там, журналистов, если, конечно, доверять этим данным, она такая, ну, забавная, на мой вкус, в конечном счете. История. Потому что, ну, там какие-то колебания. Понятно, это не статистика, понятно, но вектор и порядок, как бы поддержки, все равно мы фиксируем за счет регулярности этих исследований. А дальше вопрос уже в том, чтобы не зацикливаться на этой цифре, а смотреть другие цифры. В ужасе, да? В ужасе, да, и в параличе, потому что, ну, тогда действительно страх поднимается, что-что. Страх, бессилие, и сейчас, конечно, там, иммиграционное настроение очень сильное и так далее. Но мы по другим данным видим, что вот то, что было, начиная с 2008 года, когда начал падать постепенно, значит, рейтинг Путина, он же падал. Он падал очень интересно, да. Это он тереть сторонников потерял. Да, да, он там где-то в 2012 году, по-моему, его называли в качестве политического деятеля, вызывающего доверие, вот там, 30%, в 31%. Да, в открытом вопросе. А сейчас это 65%. То есть этот весь подскок, ну, как, подскок был в 2008 году, когда был российско-грузинский конфликт. Потому что для этого общественного массового сознания, к сожалению, нужна вот такая вот... Маленькая победоносная война. То есть рецепты 20-го века работают в 21-м просто как... Ну, это говорит о том, что общество, как общество, которого мы ждем, ждали, на которое мы надеялись, рассчитывали, его, в общем, нет. Потому что люди живут в ситуации принятия государственного насилия, в ситуации пораженности в правах и неготовности их защищать. В каком-то смысле здесь есть своя рацию, потому что суд не работает, и все такое. И нежелание, как бы, вот, желание спастись, спасти свое маленькое существование, чтобы только ничего бы, как бы, не менялось в худшую сторону. А это, конечно, никакое не гражданское общество. Это воспроизводится, собственно, модель поведения советских времен от тоталитарного режима до более мягкого, брежневского, когда людям нужно было вот иметь только свой, как бы, этот короткий горизонт жизни и ни во что не ввязываться. Главное, ни во что не ввязываться. Наталья Зоркова, спасибо. Я, Денис, все-таки хочу, чтобы вы про нынешний пик популярности... Вы написали в своей статье, что было 4 пика популярности. Во-первых, напомните, что это было, когда... Ну, 99-й год, конец 99-го года, взлет с 30 до 80 процентов за 2 месяца на фоне Чеченской войны, начала Второй Чеченской войны. Сначала взрывы. Да, взрывы, Дагестан, да, все понятно. И, соответственно, избирается в первом туре. 2003-й год, 3-й, 4-й, второй пик, тоже под 80 процентов, 84, по-моему. Выборы. Выборы на фоне борьбы с олигархами, на фоне конфронтации с Америкой, потому что... Ирак уже. А уже. Да, то есть это второй пик. И третий. Ну, третий, он даже был немножечко сложнее, потому что там шла речь, он поднялся до 80 процентов и почти что два года держался. не ниже 80 процентов, потому что была вот эта мобилизация связана с выборами, передачей от Путина к Медведеву под знаком того, что сохранение стабильности. А пик действительно был 88, это сентябрь, сразу после войны с Грузией. И вот сейчас, соответственно, второй, четвертый уже, четвертый пик, тоже вот связан с конфликтом, и важно то, что на протяжении вот действительно четырех лет до этого рейтинг падал, и ничего не могло его поднять. То есть мобилизация предвыборная не сработала, Олимпиада не сработала, и только присоединение Крыма и затем противостояние с Западом подняло рейтинг до сегодняшних высот. И здесь надо сказать, что с одной стороны, вот это да, мобилизация, противостояние, противостояние не только против общего врага, а даже больше то, что присоединение Крыма и вот такая вот война с санкцией дала населению ощущение, что наконец-то снова великая держава. Наконец-то заметили, наконец-то вот мы вернули себе уважение всего мира, и даже не важно, что не уважать, главное, что бояться. Вот, это первое. Но важно то, что сравнивать, это ошибка очень серьезная, то, что очень часто напрямую сравнивается рейтинг Путина и рейтинг западных лидеров. А это просто делать нельзя, потому что другая ситуация. Одно дело это соревнования различных личностей, программы и так далее, возможность смены на Западе. Политических элит на Западе. Здесь, наоборот, не просто отсутствие выбора, а уничтожение этого выбора. То есть, как раз многие спрашивают, зачем же выборы-то контролировать? То есть, рейтинг такой большой. В том числе, он такой большой, в том числе, потому что другой альтернативы никакой нет. Нет альтернативы на выборах, то есть, мы можем выбрать только Путина, и больше, и медведя, то есть, кандидата, назначенного властью. Или же, и в СМИ тоже никакой альтернативы нет. Это второе. И третье, все-таки, не надо об этом забывать, это упор на сохранение социальной стабильности. И я бы сказал, что сегодняшнее, то, что рейтинг по-прежнему до сих пор на уровне 87% находится, в том числе, то, что власть справилась с шоком декабря, мы видели начало паники. И должно было пойти вниз. Но власть быстро справилась с этим, цены были зафиксированы. Курс отыграл рубля опять наверх, доллар вниз, и население успокоилось. И мы, если брать не рейтинг, а именно настроение, вот что у нас есть, индекс социальных настроений, агрегированный показатель, надежда на будущее, оценка текущей ситуации, провал в декабре и восстановление в апреле-марте. Но все равно на более низком уровне, чем это было во время Крыма. Да, почти вернулся. И вот я бы сказал, вот эти три главные показателя, которые позволяют сохранять легитимность всей системы фактически. Вернули легитимность, точнее вернул Крым, а поддерживает вот эти вот три главные. Социальная стабильность, конфликт и отсутствие альтернативы на выборах и всем. Замечательно, ужасно интересно все это. Еще один вопрос вот, так сказать, наших симпатизантов, которые хотели бы присутствовать на программе, но не могут, это вопрос того, интересуется ли наука социология доходами чиновников. Вот как не смешно, у нас еще один такой повод к вам обратиться, это часы Пескова, да, которые все обсуждают уже два дня. Перед этим были часы Патриарха, бла-бла-бла и так далее, и так далее. То есть вот этот вопрос, по доходам ли эти люди демонстрируют свои предметы роскоши. И это связано, тут такая, мне кажется, не самая простая вещь, связанная только лишь с интересом публики к богатым цаткам известных людей. Но и очень серьезная вещь, связанная с приходом вот в, так сказать, в область активного, можно об этом говорить, средний класс или там предпринимателей и так далее, и так далее, людей с государственных должностей. Об этом, кстати говоря, вот ваш коллега Левенсон говорит, когда мой коллега Слава Шимов его спрашивает, то структуре того, что мы называем активной частью общества, да, вот какая часть общества голосует за отключение интернета, ну, грубо говоря, конечно, не очень активная, или там, ну, можно смотреть там дальше структуру, но какое-то вот, ну, понимание того, что даже, пардон, там, какой-нибудь чиновник из ФСБ, пришедший в бизнес, вряд ли его обрадует за отключение интернета, потому что все транзакции производятся сейчас при помощи интернета. Так вот, возвращаюсь я к вопросу, вы сейчас вообще можете заниматься тем, как люди относятся вот к этим самым новым чиновникам с невероятными полномочиями, да, вот к их предметам роскоши, вот как-то пытаетесь исследовать это дело, или это вообще малая, так сказать, возможная вещь, это надо как по-другому исследовать? Ну, мне кажется, что из более каких-то общих вещей можно вывести косвенно, как бы, это отношение, предсказать, потому что таких прямых вопросов мы, по-моему, не задавали. Ну, то есть опроса, посвященного этому делу, специально не было? Нет, такой вопрос мы не задавали, но мы спрашивали о... Значит, здесь я бы связала такие вещи. Во-первых, подавляющее большинство людей считает, что высшее руководство, чиновничество глубоко коррумпировано. То есть, соответственно, оценка их, за этим стоит, их высоких доходов, их незаслуженного богатства, их, как бы, изждевенчества, как бы, за счет народа в этом смысле и так далее. Это так. С другой стороны, вообще отношение к богатству, к роскоши, к какому-то высоким стандартам потребления, оно в массе общества, оно скорее негативное, потому что царит такое... Ну, с одной стороны, в обществе и само понимание богатства, оно довольно примитивное, потому что оно измеряется вот именно деньгами, вот этими часами и чем-то таким... Автомобилями и костюмами. Потому что это связано с тем, что, ну, чиновники, само собой, они не шибко пользуются общественным признанием и гратификацией, потому что они их не уважают и считают их врагами, вообще-то, своими. А с другой стороны, богатые люди, ну, или активные люди, которые вот живут благополучно, ориентированы на высокие, там, стандарты жизненные, европейские, условно говоря, которые действительно в значительной части это смогли сделать за счет взаимодействия с властью, то есть это и чиновники, или те, кто как-то с государством взаимодействуя строил свой бизнес и так далее. Мы просто проводили такие исследования по среднему классу. Тоже не пользуются, как бы, социальным признанием. И поэтому, как бы, единственной возможностью такой вот примитивной оказывается вот это демонстративное потребление, да, когда ты статус свой можешь только продемонстрировать своим каким-то вот этими богатыми дорогими вещами. Это вызывает раздражение. И связано с этим, с другой стороны, то, что вообще, в принципе, успех, то есть выделение человека на фоне других, да, за счет, там, достижения, усилий, ну, условно говоря, бизнесмен, он же очень много вкладывает, да, в то, чтобы огромные усилия, тем более в наших условиях, когда такое противодействие со всех сторон. Вот, как бы, эта заслуга, она не оценивается обществом. То есть видится вот это внешнее проявление, оно вызывает зависть. А то, что человек достиг чего-то своими усилиями, царит такое представление, что все это нечестно, все это незаконно. Представление идет с 90-х годов. Оно так и идет. Постсоветским масштабам. Но на самом деле это такой очень важный механизм для людей, вот, как бы, для массы, опять же, которые не готовы как-то что-то начинать. То есть там есть и своя осторожность понятная, да, потому что, ну, там, мелким, средним бизнесом здесь очень трудно заниматься, соответственно, менять свое какое-то положение. Ну, и, с другой стороны, такая разгрузка от необходимости действовать. Все нечестно, все воруют, политика грязное дело, а я вот буду сидеть... Ну, это такая негативная рационализация. Да, да, я буду, вот, я такой прекрасный, я лучше этим заниматься не буду, и буду сидеть в своем маленьком вот доме, и, не знаю, и, тем не менее, смотреть все тот же первый канал, и не верить ему, но говорить его языком. И говорить его языком, и опасаться... Комфорт, вот такой комфорт, насилие, я не знаю, вот что-то есть такие даже формулировки. То есть это переносы такие сложные. В эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Как понимают жители России гражданские свободы? Я с социологами Оливадо-центра Натальей Зуркой и Денисом Волковым. Ну, давайте вернемся к одной из тем вашего исследования. Это влияние средств массовой информации на то, как россияне представляют себе картину мира. Денис, что там получается? Доверяют люди средств массовой информации? Как-то отделяют они? Есть у них вообще осторожность по отношению к пропагандистским вещам? Ну, тут, мне кажется, сложная картина, потому что, с одной стороны, конечно, не все доверяют, но для большинства населения, я бы так сказал, для половины населения ничего, кроме телевизора, просто нет. У своих государственных каналов ничего нет. То есть вот это примерно 50, чуть меньше, 50% получают практически из одного источника, ну, с одного канала, канала телевидения, я имею в виду. И это телевизионные, это государственные каналы. Если брать тех, кто получает из многих-многих источников, таких, ну, где-то 7-9%. При этом нельзя говорить... Все равно, все равно, понятно. Ну, это вот заинтересованная публика, то есть те, которые стараются разобраться по разным источникам и так далее. Следить, сравнивать. Если говорить просто о доступе к независимым, независимым изданиям не только там в интернете, ну, в целом, их Москвы, Дождь, РБК и так далее, ведомости и так далее. В целом... Там уже почти ничего не осталось. Да, ну, как бы, каждая по отдельности не очень много. Это проценты. Но в целом набирается, что по стране в целом доступ к этим независимым источникам имеет где-то 30%. По Москве это порядка 60%. Но при этом, если посмотреть, кто следит по этим каналам, независимым, независимым СМИ, и составляет картину миру целенаправленно, то это надо на три поделить. В стране 10%, в Москве 30%. 30%. Соответственно, вот эта публика, она наиболее критическая. Если посмотреть, например, по отношению к Украине, еще что-то, еще что-то, если кто-то, если выделить какую-то наиболее критичную группу, то это вот прежде всего люди, которые следят за происходящим по независимым источникам. Вот это главное. В том числе зарубежные. В том числе, ну, зарубежные, там, надо сказать... Ну, там крохи, но это просто, это же как воронка такая. Да, ну, зарубежные, к сожалению, это даже по несколько процентов не набирается. Вот, но дело в другом, что, например, что касается того же Крыма, то здесь уровень критичности вот в этой группе чуть-чуть меньше. То есть, не намного меньше, чем... То есть, информированность не влияет на мнение. Информированность не влияет на мнение. И, например, то же самое, вот, если брать просто продвинутую группу, Москву, людей с высшим образованием, и посмотреть симпатией этой продвинутой группы, то она, в принципе, кто-то поддерживал протестующих, а кто-то поддерживал, там, ну, и поддерживает... Антимайдан ушел. Готов поддержать ведение войск. То есть, вот эти продвинутые группы, они очень, ну, как бы, тут говорить, что вот есть продвинутые группы, которые исключительно поддерживают, допустим, ну, какие-то скептически настроены к правительству, так нельзя. То есть, они там тоже делятся. Возможно, потому что, действительно, если говорить о среднем классе, да, в России, то большая, большая часть вот этого среднего класса, кого называют средним классом, они сформируются за счет государственных, государственных выплат. госкомпании, бюджетники, да, зависимые от государства, и, соответственно, приспосабливающиеся, и которые разделяют вот эти... Да. Друзья мои, очень хочется поговорить об Украине, потому что у вас, оказывается, и по Боингу там интересные какие-то вещи вылезли, но у нас есть звонок. Послушаем. Пожалуйста, студия, дайте нам... Сергей из Москвы нам звонит. Алло, здрасте. Здрасте. Извините, у меня краткий вопрос, здрасте. Есть ли завтра какие-нибудь технологии, что не дать российским властям зарубить интернет? Что мне? Есть ли что? Возможность... Есть ли завтра какие-нибудь технологии, извините? А, технологии. Ну, вы знаете, Сергей... Вы знаете, что не дать властям, не только России, а вообще всех. Ну, вы знаете... Не западу зарубить интернет, что я к этому. Я, например, не специалист в этом вопросе. В основном нет. Это невозможно, наверное, окончательно сделать. Ну, вот где-то полтора-два года назад была передача, здесь же, в этой истории, где на меня носик и гатов накинули, что я не прав и так далее, что нет у властей такой возможности. Скорее, мы сейчас видим, что все-таки возможность такая есть. Другое дело, сколько власть готова тратить на это ресурсов. Но, как вот мы видим, кризис в стране, он приводит к сокращению как бы в других бюджетных категориях. Где-то сокращаются, а на Russia Today, да, например, там, наоборот, больше выделяется. То есть, или на силовые службы выделяется больше. Я бы сказал, поскольку здесь есть идея сохранения статус-кло, то это будет одна из последних бюджетных категорий, на что будут сокращены деньги. Я бы сказал, что, наверное, можно это делать, как делает Китай. Китай намного дальше продвинулся в контроле интернета. И ничего, все западные компании, там, Google и так далее, идут на это, соглашаются с властями для того, чтобы не потерять свои доходы. Поэтому... Но, другое дело, если возвращаться к этому исследованию, с которым мы начинали, то... Ну, и наши-то данные показывают, что население в целом готово поддержать, ну, какую-то ограниченную цензуру. Почему? Потому что для большинства населения интернет — это прежде всего развлечение, это прежде всего общение, а для, ну, как бы, ну, наверное, половина населения — это просто неизведанная какая-то среда, где и порнография, и педофилия, вот власть нас пугает, и население в целом, какой там разврат и безобразие. И люди, если, кстати, посмотреть, кто поддерживает? Поддерживает, прежде всего, кто не пользуется интернетом, кто пользуется активно, они намного меньше это поддерживают. Но население в целом, оно, как бы, не заинтересовано в какой-то независимой части интернета. Если это попробовать отделить опять, ну, это, ну, опять же, те же, наверное, ну, около 10-15, наверное, процентов, кто заинтересован, кто заинтересован вот в этой свободе именно интернета. Ну, то есть мы опять возрастем к представлению о гражданском обществе, про их свободу, в той же самой структуре. Страх, как бы, просвещенный, продвинутой либеральной общественности, что интернет прикроют там, да, он, как бы, в нем хорошо бы разобраться тоже поосновательнее, потому что, в принципе, мне кажется, люди мало отдают себе отчет в том, что интернет и там социальные сети и Фейсбук, они не в состоянии заменить общество. Это как бы в Фейсбуке возникает некоторая иллюзия того, что есть дискуссии, хотя можно много по этому поводу рассуждать, что эти дискуссии, как правило, в склоку превращаются. И там есть свое, это интересно, да, свои кумиры непререкаемые и так далее, но это создает эффект, ну, есть это сравнение, это иллюзия жизни, в этом смысле. А то, что, как бы, как это называется, не в интернете, это практически свобода исчезает, то есть там остаются две, не знаю, там газеты, которые тоже находятся под угрозой, а это важно, потому что важно, чтобы она была как бы не только в сети. Вот, поэтому это такое преувеличенное как бы представление о том, что от этого интернета вот все зависит. уже мы проехали. Добавил, что здесь ведь важен не контроль собственно интернета, хотя это тоже возможно, а контроль, например, закрытие независимых СМИ. Вот закрыли несколько изданий, ну и, пожалуйста, что называется, говори, что хочешь, а каналы вот такого целенаправления. то же самое на самом деле при абсолютном полном молчании и согласии почти всех, сколько закрылся НКО. Наташа, вы у меня сняли с языка буквально. Это закрытие НКО, навешивание ярлыка врага, на них это, у вас, кстати, про это тоже отдельное исследование есть, что... как из ваших опросов выясняется, в общем, как-то и одобряют, оказывается, это закрытие и ярлык иностранного агента, в общем. Вот с тех пор, как пошел откат с приходом на третий срок Путина, как бы, и с поражением в каком-то смысле протестного движения, да, вот очень быстрым. Да. Потому что, на самом деле, кто сейчас так особенно радеет про болотников сидящих, как бы, это не выводит людей. Это не выводит на улице, на маленькие пикеты еще согласны, но на большие выступления. Ходорковским или с Чечней на Пушкинской Сибири. Да или даже триумфальное возвращение Навального в Москву, я бы сказала. Это последнее, наверное, впечатляющее было собрание народное. Так что, в принципе, это все сработано очень технологично, потому что все эти замечательные объяснения про то, что иностранный агент не имеет никакой идеологической и ярлычной составляющей, это полная ерунда, потому что советская память вполне себе жива. И мы спрашивали, как вы воспринимаете эти слова, то там, в целом, если сложить, там разведчики, шпионы, там в основном это будет это. Конечно, негативные коннотации. Ну да, ну можно себе представить, если так, центр изучения общественного мнения или, как вот сейчас говорил этот коммунистат против пыток, который закрылся, сейчас самораспустился, что представьте себе ситуацию, я прихожу к человеку защищать, говорю, я иностранный агент или там опрашиваю, что вы думаете. Да, да, да. Просто прекрасно. Так что это все, но в принципе, правозащитное движение или правозащитное организации и в принципе НКО самого разного направленности действия, это, конечно, был такой, как сказать, позитивный, даже моральный отбор вот людей, которые действительно очень много чего делали, хотя это в рамках всей страны это мало, и просто нет у другого населения нет информации, нет идеи, что они могут обратиться за защитой не вот к таким правозащитником. Поэтому это такая сложная картина, потому что про них и не знают. Где-то вот ну собственно с 12-го, конца 12-13-го года идет вот рост поддержки всех репрессивных начинаний и в том числе и вот как бы закрытие этих НКО и люди как бы клюют на ну раз собственно до сих пор события на Украине конфликт весь главная вина возлагается на Запад и на Америку соответственно проплаченность там и так далее то естественно и внутри и уже это же не просто конструкция внешнего врага она работает и во внутреннем конструкции внутреннего врага то это и есть внутренний враг который с которым люди легко готовы ну как сказать не готовы совершенно вникать в это и вставать на защиту да готовы маркировать и выбросить из поля вообще своего внимания что там с ним будут делать это все будоражит это вот к вопросу о том что Денис говорил о стабильности это вот особенности представления об этой стабильности что это такое это стабильность это чтобы никто не трогал чтобы никто не это самое ну в каком-то смысле это воспроизводство вот этого советского представления о стабильности спасибо Наталья Зоркая друзья вот давайте про Украину ужасно интересно но понятно что образ врага теперь относится и к ней что еще два года назад невозможно было себе представить даже в кошмарном сне вот у вас были исследования по Боингу да по в общем ну расскажите вот это все очень интересно Денис давайте вас начнем сложнее на самом деле потому что если брать сам конфликт который идет то он понимается жить не так как например его понимают украинцы разумеется меня больше всего поражает вот когда я читаю свои социальные сети мир так сказать моих русских товарищей мир моих украинских товарищей это настолько разные миры это продолжайте пожалуйста просто взять по цифрам отразительное отличие если спрашиваете есть война между Россией и Украиной то у нас где-то четверть сейчас может быть чуть-чуть побольше говорит что да есть 25-30 процентов не больше войска есть вот есть 25-30 процентов возьмем украинский опрос 70 процентов говорит что между двумя странами идет война для нас же для нашего общественного мнения это ведь война не не с Украиной а есть как бы война на Украине есть война противостояния с Западом и в этом интересным образом переплетаются представления населения в целом и наши элиты что как бы вот у нас и если брать украинскую войну и российскую грузинскую войну и там мы же не с Грузией воевали а с Америкой а воевали с Америкой причем мы же не сами воевали а нас заставили и мы только только отвечали слушай это просто как-то советская риторика и на самом деле здесь вот получается и вопрос общественного мнения и например если вспомнить слова Иванова который вот давал интервью с Западным там просто можно процитировать что не мы же начали они начали а мы просто отвечали а вот Крым это как бы да нет Крым как бы с одной стороны признают что да Крым 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 А вот что признают что Крым наш ну там какая печать небольшая все-таки признает но тем не менее надо там как бы очень интересно что с одной стороны и в 90-е и в 2000-е годы те же 80% больше хорошо бы его вернуть да вот но конечно вернуть не силовыми не силовыми методами а так отжать отжать а чтоб там референдум был с одной стороны и давление возможно но не военное то есть у политической экономической прекрасно это нужно отжать да вот но самое интересное что в начале конфликта был так вот если еще вот взять февраль наверное январь-февраль 13-го года войска не посылать денег не давать вот а хорошо бы вот его бы как-нибудь хитро хитро бы себе поиметь но зато в марте как перевернулась картина когда Донбасс должен войти в состав России сейчас уже но это очень быстро кончилось ну это месяц примерно полтора дешевле месяца два апрель-май апрель-май 14-го ну это если про Донбасс говорить а про Крым что Крым Крым наши правильно сделали только на пользу пойдет а если как бы посмотреть как люди оправдывают это действие то сначала это было прежде всего что мы защищаем своих а уже ближе если я не ошибаюсь уже ближе сейчас а то что это мы русские это наши русские земли и мы их исконно это уже довольно давно русский мир тут же как бы потянул в чем опасность там идеология конечно идеологическая подоплека там просто националистическая подоплека присутствует потому что идея разделенного народа разделенной нации как бы вот этой Новороссии русского мира которая пересекается с нашим православием как бы канонической территории там и так далее это все такое хитрое сплетение страшное на которое люди как бы вот вполне себе ведутся но все-таки осторожно достаточно осторожно все-таки это не очень как бы ну вот видно потому как действительно это отношение присоединения Донбасса такое идет дистанцирование уже хочется как бы ну может люди все-таки поняли что война идет и несмотря на то что говорится о том что там русских нет тут все понимают то уже в маленькие города уже гробы пошли и даже сарафонное радио не молчит уже естественно если брать если брать такие истории как вот гибель лисадников псковских но тут все равно большинство то есть где-то половина слышала да вот где-то через месяц через два все равно доходит доходит но большинство говорит это все утка это не по-настоящему это вот информационная война идет я понимаю да зато распятые мальчики как мы знаем это чистая правда была да непонятно ну как бы если брать отношение к тому объективно или не объективно то 60% объективно 60% еще раз подчеркиваем 60% опрошенных считает что российское телевидение работает объективно и чем дальше тем даже это увеличилось количество тех кто считает что объективно очень интересно садомаза очень интересно примерно 25% говорят что не объективно звонок послушаем Сергей из Кировограда студия дайте пожалуйста алло здравствуйте здравствуйте я вот знаете мне пришла в голову такая мысль что если у нас значит основнейшее явление как ну а например если убили царскую семью включая детей понимаете то мне кажется что мне кажется что это сам народ такой Путин Мутин Сталин там кто угодно был понимаете только кто кто и что этот народ таким делает понимаете в протестантских странах что-то такого нет так Сергей спасибо понятен ваш в целом ваш вопрос понятен но я думаю достаточно широкий слабый подчиненный действительно насилию и в этом смысле звереющий сам потому что все время живущий в состоянии нелюбви к себе но труд может быть еще и в состоянии неприходящего страха и страх например истории 20 века правильно напомнили нам про убийство царской семьи вообще про революционный таруф потому что все возможно конечно про все что потом и сейчас страхи конечно они вот в начале как бы перемен как раз когда вектор какой-то сохранялась вот была как выяснилось иллюзия что все вот страх ушел как бы вот сталинских времен времен советского союза никуда он оказывается не ушел опять очень даже хорошо вот это вот вот эта память историческая это как бы не не та там немецкая историческая память которая разобралась разобралась а память страха как не вылезти как защититься как уберечься слушайте ну можно я прям про Боинг все-таки спрошу потому что там же у вас оказывается народ за трибунал выясняется по опросу что большое количество людей хотят этого расследования относительное большинство там 47 процентов почти половина это хорошая цифра это очень интересная цифра нет интересно то что тут вообще такие хитросплетения но в основном мы уже спрашивали много раз про Боинг когда это собственно произошло нет ну ясно что большинство думает что все-таки украинская страна что будет наказана украинская страна нет что она виновата что это либо украинские военные либо украинские власти это там просто подавляющее большинство у вас в этом вопросе так отвечает но на самом деле вот смотрите вот мы в июле задали этот вопрос кого этот трибунал признает виновным Но тут такая не очень однозначная картина. Но при том, что почти 2,5 затрудняется, как и в случае с трибуналом, да, это важно. То есть нет мнения своего какого-то, или боятся. Я обратила внимание, что большинство затрудняется с ответом, кто там вообще будет. Но тем не менее, что 19% говорят, что будет наказана Россия, помогающая ополченцам, вооружениям, обученными военными кадрами. Это все-таки не такая маленькая цифра. Это совсем не маленькая цифра. И это даже не 15%, которые против Путина, да? Да, поэтому это же так... Это еще разобраться, потому что она заказана будет, потому что все даже против России. Так что это тоже нельзя исключить этих людей. Но на самом деле, все-таки здесь сформулирована так альтернатива, не то, что, конечно, Россия, против которой настроен весь мир, и то, что это политически мотивировано, это, конечно, большинство будет говорить. Но это тоже идет такой процесс вытеснения, потому что, конечно, такие вот трагедии, катастрофы, они всегда в общественном мнении вызывали вот самую такую, да, большой отклик. Но когда это внутри страны происходило, как было с Курском, там вот сейчас, по последним данным, там все про этот Омск очень... Омск переживают от обрушения казарм, там, на втором... То есть гибель невинных людей. Но по итогам 2014 года мы спрашиваем важнейшие события, как бы, списком. Крушение Боинга, которое вообще провело черту, мне кажется, во всей истории этого конфликта и противостояния, оно на последнем месте. Удивительно. 10% его упомянули. То есть это такое вот... То есть это происходит, конечно, знает. И сочувствие, а потом, как бы, это уходит быстро. Ну, это как было с крушением польского самолета во время вот участвования годовщины Катыни, когда сначала это бы вызвало, конечно, невероятное сочувствие. И очень быстро это стало вызывать агрессию, и вообще сколько можно было об этом говорить. Ну, когда вообще возникли вопросы, мне кажется, об ответственности российской стороны, вот тогда это стало вызывать вытеснение, агрессию, нежелание об этом говорить. Это при том, что, вот, возвращаясь к опросу вашему последнему по Боингу, или июльскому, потому что параллельно вы спрашивали, какие события последних четырех недель вам запомнить. На первом месте это бои на востоке Украины. Но все равно фокус там, конечно. Все равно, фокус 10, почти 40% людей ответили так. И это открытый вопрос при этом, что важно, это сами люди называют. Ну, и, если можно, у нас две минуты до конца эфира про антиамериканизм. У вас же тоже отдельная, да, была там группа работы. Денис, пожалуйста. Ну, смотрите, если брать такой вопрос, который очень зависит от пропаганды, то есть в целом относится к США, как хорошо или плохо, то как только включают пропаганду, буквально за месяц, за два взлетает ненависть, и как только выключают, то она падает. Но если брать более серьезные вопросы, да, вот образ США, то за 25 лет этот образ очень сильно изменился. Если в начале 90-х это была любовь и надежда, что вот они нам помогут, мы будем брать пример с них, будем брать, то очень там за два года, за два года все закончилось, если начался уже какой-то вот то, что они нас не замечают, они нас не ценят, обида, а потом пошел Ирак в 90-е годы, а потом пошла Первая Чеченская война, а потом была Югославия, потом было расширение НАТО и так далее. И мы видим, что где-то к 2000-му году там уже сформировалось отношение к США как к одному из главных врагов США и НАТО, вот начало 2000-х. На самом деле Путин уже как бы использовал вот ту ситуацию, которая была. То есть он тут ничего нового не придумал, он даже хотел что-то перезагрузить, но не пошло, я имею в виду начало 2000-х. И поэтому сейчас мы видим, вот это меняется отношение в целом к США, а за этим изменчивым отношением стоит однозначный образ США как главного врага и как главную угрозу. Денис Волков и Наталья Зуркая, социологи Левада Центра, лицом к событию о том, как жители свободной России понимают свои гражданские свободы, вела программа Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин